Привет-привет! Вы уже посмотрели четыре моих влога из путешествия по Венгрии. Я сейчас села монтировать четвёртый влог и поняла, что я не записала для вас в Венгрии никакой вводной части, где я объясняю, что вообще происходит. Так что я решила сделать это сейчас. И, кстати, этот влог экспериментальный, потому что я полностью снимала его на телефон, и даже сейчас в вводную часть я записываю на телефон, правда, записываю с микрофоном, чтобы вам было хорошо меня слышно. Итак, то, что вы сейчас увидите, это мои последние дни в Венгрии, и в эти дни я сходила в купальни, которые называются Геллерд. Я мечтала побывать там ещё в прошлый раз, когда я приезжала в Будапешт, но, как я говорила в прошлом влоге, я забыла дома купальник. И в этот раз, когда я ехала в Венгрию, я положила купальник самым первым в чемодан. Так что в купальни мне попасть удалось, и место очень красивое, очень уютное и комфортное. И я хочу показать вам всё, что я там сняла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Честно признаюсь, что я небольшой любитель спа-салонов, бань, саун. Мне просто хотелось посмотреть и попробовать, что это такое. Двух часов мне хватило, я расслабилась, и оказалось, что половина дня у меня ещё свободно до моей вечерней работы, так что я отправилась выпить кофе и немножко погулять по городу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пойти в какую-нибудь кофейню, немножко поработать, потому что занятия у меня только вечером, но мне нужно немножко сделать упражнение, подготовить файлы для студентов и так далее. Тем более я уже немножко голодная, и кофе мне не повредит. Субтитры сделал DimaTorzok Мне почему-то кажется, что человека из России очень легко опознать, потому что он покупает в магазине. Я купила творог, мне так его не хватает. Я ем его дома каждый день, обычно на ужин, и мне прям правда его не хватает здесь. Я люблю его есть с бананами, с йогуртом. Йогурт у меня есть, поэтому я его не покупала. И с орехами. Ну еще я добавляю варенье, но его я вам показать не могу, потому что он держит... Потому что оно держит камеру. Что еще я купила? Я купила два разных сыра, но это в подарок, это не мне. А еще я купила, конечно, кефир. Если вы любите молочные продукты, то, наверное, вы его пробовали. В России это очень популярно. Вообще у нас в России есть много разных видов такой кисломолочной продукции. Я очень это люблю. Ну и купила себе разные снеки, печеньки и так далее. Не думаю, что вам это очень интересно смотреть. Пока мой кебаб не остыл, я пойду его есть и чуть-чуть посмотрю сериал. А потом я думаю, что мне нужно немного начать собирать вещи, потому что завтра у меня вот такое расписание. И не думаю, что у меня будет много времени свободного, чтобы это сделать. Так что нужно начать сейчас. Пойду есть. Пожелайте мне приятного аппетита. Спасибо, что вы посмотрели этот влог. Это был последний влог из серии «Поездка в Венгрию». Я надеюсь, что серия вам понравилась. Может быть, я смогла влюбить вас в Будапешт или в целом в Венгрию, и вы тоже теперь хотите посетить эту интересную страну. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Пока-пока!